Добрый день всем поклонникам и поклонницам белорусского футбола! АБФФТВ представляет вашему вниманию обзор 26-го тура Беларусьбанковой шелиги чемпионата Беларуси по футболу и акцентирует внимание на самых интересных моментах выходных. Самая минималистичная команда осеннего отрезка высшей лиги, Гродненский Неман, он в последних турах, нащупавший пульс игры, принимал футбольный клуб Минск, сбившийся с ритма после вынужденного трехнедельного простоя. И желто-зеленым, как и туром ранее, в муке хватило всего одного точного удара, чтобы добиться второй к ряду виктории. Причем на этот раз парням Игоря Ковалевича даже не пришлось наносить этот выстрел. На пятой минуте матча защитник гостевой дружины Видич неудачно подстроился под мяч и срезал его в дальний угол ворот Веремко после подачи Бибе. Этот успех дал возможность гродницам, полагаясь на плотную оборону, сыграть вторым номером и рассчитывать на контратаки. Однако команде Андрея Разина не удалось воспользоваться территориальным преимуществом при не самой качественной игре хозяев в центре поля и реализовать хотя бы один из созданных моментов. В девятом матче подряд, чередуя победы и поражения, а Неман, добившийся очередной минимальной виктории, утвердился в статусе команды, в матчах с участием которой не стоит ждать розцепи голов. Семь последних игр, в которых выступали гродницы, завершились со счетом 1-0. Илья Шкурин продолжает свое триумфальное шествие по просторам высшей лиги, отличаясь фантастической по белорусским меркам результативностью. На этот раз пострадавшим от голевых подвигов форвард-артсор БГУ оказалась столичная Динамо. В высшей лиге Шкурин уже несколько раз отличался дублями, несколько туров назад сумел оформить покер, а вот хит-триков в его активе еще не было. Но теперь и этот рубеж покорился нападающим у студентов. На пятой минуте игры цели достиг дальний выстрел Шкурина, сходу обозначив серьезность намерений энергетиков. А затем форвард дважды восстанавливал равновесие в счете, разрывая неудачно действовавшую оборону Динамо. На 24-й минуте Шкурин блестяще реализовал выход на рандову с Игнатовичем, воспользовавшись провалом оборонительной линии белосиних и длинной передачей на СКО. А на 85-й минуте уверенно реализовал пенальти им же самим заработанное, тем самым в одиночку снивелировав гостевой успех Белонога, Иванова и Галовича. Теперь на счету лучшего Галеодора в высшей лиге 17 забитых мячей, и он стал вторым после Гордечука футболистом, который сумел преодолеть планку в 16 голов с 2007 года. Попряжение финишного отрезка чемпионата сказывается на лидерах сезона, и скованные необходимостью добывать результат гостей в последних матчах вынуждены проявлять характер, чтобы добиться положительного исхода. Гомельчане, живоодушевленные ничейным исходом в минувшем туре в Борисове, добавили немало проблем и бресткам у Динамо. На протяжении первой половины игры зелено-белые выглядели гораздо более цельно, нежели оппоненты, вынужденные обходиться без пропускавших матч лидеров Милевского и Найока. А реализованный Квышуком на 34-й минуте пенальти и вовсе всерьез осложнил положение Брещан. Благо для поклонников гостевой дружины в активе Марцева лички вновь нашелся Джокер в лице Хабленко, появившийся на поле после перерыва и поучаствовавший в дальнейших событиях. Сначала на 61-й минуте форвард Динамо заработал для своей команды угловой удар, после чего Нихайчик лучше остальных сориентировался в сутволке у ворот Кавлинова и реабилитировался за момент с пенальти. А затем на 72-й минуте Хабленко с добивания расстрелял уже пустую рамку ворот и принес важнейшие три очка в копинку Динамо, забив шестой гол после выхода на замену. В преддверии данного противостояния Ислыч вновь из-за повреждения лишилась лидера своих атак Комаровского, сделавшего результат в минувшем туре, а Иван Биончик придержал на скамейке запасных главного героя матча с Шахтером Марушича. Однако, несмотря на отсутствие капитана, Волки в скудном на событии первом тайме сумели на 35-й минуте матча реализовать один из своих моментов, в котором Ян Санэ переиграл Сорока после передачи Макарова. А во второй половине матча могилевчане пережили ренессанс и действовали гораздо острее хозяев поля, что позволило на 60-й минуте сравнять счет и забить очень красивый гол. Подстрелов исполнил классную передачу на врывающегося в штрафную Грибовского, а форвард Дняпро в касании, не позволив опуститься мячу на газон, отправил его в сетку ворот Хаткевича и восстановил паритет. На свои последующие моменты гостевая дружина реализовать не смогла, тем не менее добыв очень весомый балл в борьбе за выживание, не проигрывая 4 матча. Расположившиеся на соседних позициях турнирной таблицы Слуцкий-Славия в очном противостоянии так и не сумели за 90 минут распечатать ворота друг друга. А главным героем поединка стал голкипер Мазырян Михаил Барановский, на 24-й минуте отразивший пенальти в исполнении Сердюка и совершивший несколько отличных сейвов по ходу матча. В результате команд, расположившихся в нижней части турнирной таблицы, нет ничего необычного. Однако следует отметить системность проблем обоих коллективов. Слуцк не может выиграть 6 матчах к ряду, а Полесский коллектив и вовсе уже 8 туров не знает викторий, при этом не забивая 5 игр подряд. Потому и Виталию Павлову и Михаилу Мартиновичу нужно срочно предпринимать какие-то меры, чтобы разбудить своих парней в концовке сезона и сохранить созданный задел перед преследователями. В футбольный клуб Витебске Торпедо Белас, увязший в середине турнирной таблицы, нацелены на решение лишь локальных задач, но при этом не прочь поправить турнирное положение и финишировать на пару позиций выше. Неспешное течение поединка и минимальное количество острых эпизодов в первом тайме во второй половине игры сменилось более акцентированными подходами соперников к воротам друг друга, и лишь мастерство Гущенко до невезения Строгородского не позволили никому из оппонентов отличиться. А ключевым моментом стал эпизод в компенсированное время, когда появившийся на замену Соловей сумел с близкой дистанции отправить мяч в ворота Гущенко и даже отпраздновал этот голевой успех. Но после консультации с лайнсманом и бурных протестов хозяев поля, Андрей Василевич принял решение отменить это взятие ворот, и матч завершился стартовыми нулями на табло. Самым интригующим противостоянием выходных была встреча участвующих в чемпионской гонке Шахтера и Бате, которые оступились в минувшем туре и осложнили свое положение в борьбе за верхнюю строку турнирной таблицы. В этом поединке обоим коллективам было крайне важно добыть победу, чтобы не выпустить из пулу претендентов на чемпионство и не отпустить Брестское Динамо на недосягаемое расстояние. Однако Бате, захватив преимущество в первом тайме благодаря Игорю Стасевичу, не сумел удержать этот перевес в второй половине игры. Даркободл на 51-й минуте замкнул прострел появившегося на замену после перерыва Януша и сравнял счет в матче. А затем на еще один точный удар в исполнении внимания Милича на 62-й минуте матча Горняки ответили розыгрышем углового, в ходе которого отличился Януш. В оставшееся время желто-синие хозяева поля могли добиться виктории, однако не реализовав свои моменты, завершили игру ничейным исходом, который больше всех порадовал Брестское Динамо, упрочившего свои позиции в борьбе за чемпионство. С результатом 26-го тура перед вами обращаем внимание на мирный исход сразу в пяти поединках и лишь два победных результата, что позволило Брестскому Динамо увеличить отрыв от основных преследователей. В турнирной таблице Гандикап Динамо перед Батэ стал еще более внушительным и составляет уже 9 баллов. Шахтер на третьей позиции отставая на 3 очка от Батэ. В борьбе за выживание Дняпро оторвался от Гомеля на 4 очка, Арцор Бугу на 1 балл позади Могилевчан и здесь вся борьба еще впереди. Таким выдался 26-й тур высшей лиги и вместе с вами за его основными событиями следил Федор Прошкин. Всем добра!